Продолжаем выпуск. В Узбеке по Аксануат организовали узбекско-российский бизнес-форум. Его главная цель дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между предпринимателями двух стран. Участники мероприятия, представители заинтересованных министерств и ведомств, а также ряд компаний. О том, какие приоритеты ставит перед собой стороны, расскажет Ольга Русакова. Мы попали в ту страну, в которую хотели попасть. А сейчас границы открываются, и я бы хотел в этих контактах быть одним из ведущих, первых. Руководители крупных компаний, топ-менеджеры и предприниматели с российской стороны, и представители ряда отечественных министерств и ведомств. Обоюдное желание перейти от слов к делу налицо. Поэтому сразу после официального открытия бизнес-форума участники разделились на группы с тем, чтобы обсудить перспективы взаимодействия в различных сферах. А детали уже прорабатывались в ходе встреч в формате B2B. Несмотря на то, что мы представляем совершенно разный бизнес, и малый, и средний, туристический, и какой-то даже арт, и нефтяные, и медицинские структуры, в любом случае, зная уже вашу историю, вашу ситуацию, экономическую ситуацию, бизнес-ситуацию, промышленную, что правительство делает для того, чтобы разбивался бизнес в Узбекистане, нам очень просто и легко найти какие-то контакты. Это очень качественный культурный обмен, эмоциональный обмен. Именно в эти моменты, мне кажется, рождаются новые идеи. Серьезность намерений российских коллег вести совместный бизнес на примере туристической сферы подтвердила предварительный анализ рынка. Мы не только слышали, но и видели. Мы проехали от Бухары до Ташкента. Мы разговаривали со многими людьми, мы с отелями, с гидами разговаривали. И спрос на туристические услуги здесь растет. Строится гостиница. Потенциал огромный для развития туризма. И вы делаете все для этого, делаете все правильно. Специалисты Ассоциации Узбек и Паксанаат презентовали возможности национального шелководства. Рассказали о проектах, которые планируются реализовать до 2025 года. А показ коллекции молодого отечественного дизайнера позволил присутствующим получить более полное представление о красоте узбекских шелковых тканей.